братцы здоровенько давней ковхоечки с вами не виделись я думаю да выпустил прошлый ролик про 100 дней хардкора вартелос офигенная игрушка посмотрите кому не лень сегодня у нас сами ребят очередной челлендж и опять только танки за францию искал да чё же такое опять только танки опять будешь делать свой блиц крик захватишь весь мир и все и на этом все закончится я скажу вам да это же всегда интересно челлендж мне опять же прислал мой подписчик моей группе телеграмма смотрите су челленджа такого чтобы я за францию в тридцать девятом году производят только танки используя только танки выжил каким-то образом против третьего рейха как вы видите двойная сложность во-первых франция тридцать девятый год во вторых какой к черту матери танковый военпром тут даже обычную пехотку создать трудно уже про кита танки вы говорите ну давайте попробуем посмотрим чего у нас получится как я это буду делать я ребят еще не знаю наверное скорее всего я буду стараться как-то окружать столицу свою же своими танками и держать столицу и очень много важных городов но по всей видимости это будет плохим решением данной ситуации давайте сначала посмотрим чего у нас по армии вообще сегодня я хочу поделиться с вами уникальной возможностью от сервиса купе код который особенно актуально сейчас когда нельзя купить многие игры для российских steam аккаунтов кроме того что вы можете пополнить свой баланс тима с минимальной комиссии купе код предлагает еще одну удивительную фишку покупку игр напрямую на сайте и получение их гифтом на ваш аккаунт в разделе недоступные в рф на сайте купе код вы найдете игры которые недоступны в российском steam но благодаря купе код вы можете их приобрести используя мой промокод вы получите скидку 10 процентов на покупку игр гифтом отдельно хочу сказать что купе код это не просто сервис пополнения и покупки игр это целая игровая экосистема они ценят честность развивают комьюнити и предлагают систему лояльности в эту систему лояльности например ходит постоянный кэшбэк для зарегистрированных пользователей поэтому регистрируйтесь и получайте не только кэшбэк а также участвуете в розыгрышах постоянных которые ведет купе код в общем переходи на купе код и играй во все новинки как было раньше рекомендую все ссылки в описании так армия у нас есть с вами сколько танковых подразделений начнем с этого танковые подразделения у нас у меня есть девять дивизий легких танков хорошо достаточно окей я понял отправляем их вот сюда так следующая дивизия у нас еще есть сами какие-то средние танки бригада курасанов каких-то и чё бля это не средние танки это тяжелые танки я просто давно хойку не заходил ладно окей с ними тоже разберемся а чё еще можно сделать у нас есть с вами просто да и не матери пехоты и с этой пехоты нужно что-то делать как вариант всю эту пехоту пустить на на мясо хотел сказать но нет нам нужно с вами реорганизовать полностью нашу армию для выполнения сути челленджа челленджам не запрещено использовать пехотные и разные конные дивизии единственная проблема в том что мы должны эти дивизии разбавить хотя бы 30 процентом соотношением танков как вы понимаете но это пиздец это знаете как тиньков говорит не знаю как я это опять же буду делать ни опыта ничего нету но разберемся основная суть нашей обороны это конечно же линия мажино это конечно же граница с италией чтобы нас не захватили быстро с юга и огромный упор я буду делать на север возле бельгии возле нидерланды возле всей этой кучи говна которая сметается рейхом за секунду впрочем как и сама франция когда за нее играет бот я вот просто думаю как лучше всего сделать и пока что на самом деле вариантов очень мало а понятное дело что нужно как-то защитить париж и не дать возможности третьему рейху 3 мур и ху 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 залететь на нашей территории без каких-либо проблем и захватить все что можно поэтому скорее всего Мы отдаем с вами Гавр, Дьеп, отдаем с вами Кали, отдаем с вами вот эти всякие города, которые у нас на севере есть. Становимся по речке, вот такой вот, возле Парижа, которая протекает, Иль-де-Франс. Вот в этой провинции мы должны с вами построить как можно больше укреплений. Здесь можно вообще нихера не строить, вот по всей этой линии фронта здесь будет у нас естественное укрепление, это реки. Ну и вот здесь, конечно же, в холмах нужно тоже будет укрепиться. И таким образом у нас с вами получается с вами вот такая линия обороны. Я сейчас попробую нарисовать, ну плюс-минус, вот такая вот линия обороны у нас с вами получится. То есть вот в таком вот мешке мы будем держать все немецкие войска. Че по национальным фокусам? Двигатель сюжета. Эээ, французский алжир, да, вот я совсем долбанутый, я буду сейчас брать какой-нибудь французский алжир на изучение. Че у нас по армии? Где тут, сука, эта армия находится? Всеобщий призыв, пехотные танки. Ой, бля. Запретить лиги, национализировать ключевые отрасли промышленности, предоставить гражданство. Конечно же, национализируем ключевые отрасли промышленности, это объем заводского производства. Так, по промышленности, по производству, ну, понятное дело, это танки. Давайте пока что, пока что ПТО-ха у нас есть, давайте изучим модернизацию ПТО для изучения среднего оружия для средних танков. Отлично. Вот это производство французское, как я его люблю, не могу просто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, иди нахер отсюда. Так, у нас с вами есть 13 военных заводов, это крайне мало, как вы сами понимаете, но что-нибудь с этим сделаем. Сейчас щиты подрубим, сейчас себе накрутим там 100 военных заводов и все за***ть будет. У нас есть шасси базовых средних танков, бля, какой ужас. Че это за за***? Короче, надо вот это все дело как-то менять, что у нас за легкие танки есть. Вот это что за танк, он хоть в характеристике, бля... Ребят, это пиздец. Это, это очень плохо. Я, честно, не знаю даже, какой танк мне производить, потому что что-то, что-то говно. Я записываю это с первой попытки, надеюсь, у меня получится, как вы видите, в реальном времени, чтобы было интереснее. На самом деле, хрен знает, получится у меня все провернуть, что я сейчас планировал или не получится, вот в скором времени узнаем. Эль-де-Франс мы застраиваем своими укреплениями, хотя бы шестерку, да давайте восьмерку даже укреплений можно рубануть. Следующая линия укрепов у нас идет вот здесь, шесть укреплений. Ну и здесь можно просто по единичке укреплений везде бахнуть, и все, и нормально. Вот такая вот линия обороны у нас будет. Вот линия обороны и скла Первого Великого. Так, что у нас здесь? Ну здесь у нас ничего трудного, здесь нам просто надо держать фронт с Италией, это достаточно легко. А есть у нас тут что-нибудь, что нас защитит, хотя бы чуть-чуть. Я имею в виду, там поддержку войны повысит, повысит, лимит капитуляции и так далее. Демократ-реформатор, скромный миротворец. Ё-моё, рабочая лошадка, тайный манипулятор. Ну рабочую лошадку берем, чё тут, тут больше брать нечего. Так, чё у нас еще здесь есть? Армейская логистика потеряет истощение, тут самое, наверное, нормальное, пока что это возьмем, больше ничего брать не будем. Все остальное там, ну полная херня, ненужная при чём. Выход из морских соглашений, радиопропаганду устроим для повышения военной вот этой вот фигни. И отозвать Метьюнские соглашения. Что за соглашения, блядь? Идите нахер отсюда, вы мне не нужны. У нас же тут еще с вами куча просто дивизий, которые находятся в Африке. Знаете, что я делаю с Африкой? Нет, даже Африку мы держать с вами будем. Да, Африку я даже держать, наверное, буду. Тут тем более британцы нам помогут. Если все получится, Африка будет полностью под нашим контролем. Я ставлю шесть вот этих дивизий здесь. Все остальные дивизии я здесь расформирую, скорее всего. Давайте еще здесь посмотрим порты, 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 порты. Но Италия у нас только вот здесь находится, в Триполи. Поэтому нормально, разберемся, думаю. Семь дивизий, на какого-нибудь днищик командира даем, который имеет просто немножко обороны. Вот сюда назначаем, все, с Африкой мы разобрались. Мы с вами красавчики. Так, теперь мне нужно разобраться с основной территорией. Потом уже буду ко всяким марионеткам и так далее переходить. В основной территории... Вообще, сколько у нас дивизий находится? У нас находится около ста дивизий, это хорошо. Бля, за что, ребят? Ну, вы же знаете, я не люблю Францию в этой игре. За что вы мне такие челленджи присылаете? Ладно, хорошо. Ну все, вроде такие базовые приготовления мы с вами сделали. Улучшение рабочих условий, принять разных ученых. Все это мне нахер не надо. Так, Италия там тоже вступает в альянсы всякие. Хорошо, хорошо, хорошо. Что здесь по снабжению? Алло, мужики, ну что по снабжению? Че как неродные? Все снабжения, которые у нас есть, вообще все дивизии, которые у нас будут сражаться на любом участке фронта, за исключением Африки, мы с вами переводим на снабжение по тачкам. Вот так вот делаем. Третий рейх объявляет войну государству Польши, мы вступаем в войну против Третьего рейха, пошло-поехало. И давайте сразу будем опарываться в линию Божидо. Че, мы хуже, что ли, бота? Ладно, шучу, 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 шучу. Передумал я. Шуток, шо ли, не понимаете, ё-моё. Что у нас здесь со снабжением происходит? Да хер знает. Даже четыре дивизии ему на помощь, а то он сейчас заноет, что Э, сдали юг, ё-моё, как так можно? Юг сдали страны. Нормально, короче, нормально. Главное, чтобы у нас опыт армии сами копился, и все будет хорошо. На юге мы уже одерживаем маленькую победу, делаем себе расширенный призыв и делаем себе военную экономику. Наконец-таки. И просто надо как можно быстрее строить вот это все дело. Создаём также смертельное шпионское агентство для получения разных бонусов в будущем на планирование, на защиту, на атаку от шпионов. Так, и смотрите, дальше, как только мы всё это дело сделаем, дальше нам нужно просто военные заводы строить. В нашем тылу это, знаете, как Великая Отечественная война. Типа, пока у нас все сражения идут где-то там возле Москвы, всё производство военной техники у нас на Урал уехало. Точно так же и у нас будет. Только в случае не Урал у нас будет, а какой-нибудь Брест, Лориан и так далее. Фух, ну чё же. Давайте, немцы, я жду вас к себе домой. Кстати, мы накопили с вами опыт армии, и, как я говорил, давайте мы с вами, во-первых, знаете, что сделаем? Переведём все вот эти дивизии. То есть все дивизии у нас пехотные должны перевести сначала на один шаблон, чтобы я потом не занимался всякой фигнёй и не переводил их обратно. Вот все вот эти дивизии долбанные, сдолбанные этой армией. Дополнительно, как только сюда наши враги пойдут, я здесь сделаю вот эту вот бум-бум. Рубы не вступает войск, как я жить-то буду. Так, изучаем новый конструкт среднего танка. У нас по покупке вооружения сейчас никто не продаёт ни пехотное снаряжение, ничего, поэтому пока что так. Люксембург присоединяется к альянсу союзников, и Третий Рейх объявляет войну союзникам. И Люксембург капитулировал как-то. Как же мы будем без нашего любимого Люксембурга? Нанимаем себе соблазнителя мужика со шрамом, отправляем его в Браденбург, чтобы он там собирал разведанные для нашей страны. Отлично. Так, следующий путь. Мы берём с вами дальше ПТОху. ПТОху нам нужно сейчас с вами изучить до улучшенной средней пушки, чтобы иметь бонус на наши танчики. Так, там Югославия уже закончилась, но мы ещё пока что живём, и это самое главное. Так, 36 у нас среднего опыта армии, как я и говорил. Давайте, мне жалко это делать, но тут ничего не поделаешь. Челлендж такой. Если я не продержусь, если я сдохну, ну вот чё тут поделаешь. Зачит, таков путь. Добавляем сюда средний танк. Я буду сюда добавил ещё сапёрную роту всякую, но как-нибудь потом. Теперь нам не хватает 8 тысяч средних танков. Довольны, ребят? Вы этого хотели? Ну вот, теперь получайте. Давайте, делайте ставки, за сколько упадут Нидерланды и Бельгии. Я даю им ровно неделю. Так, смотрим, смотрим. Уже прошло два дня, два дня. Пока что Амстердам уже захвачен, Нидерланды капитулируют. И не, Бельгия, ладно, Бельгия дольше продержится. Прикиньте такую картину реально времени. Чисто французы сидят в укреплениях возле Парижа и такие ставки делают там в казино или ещё где-то. За сколько дней упадёт Нидерланды и за сколько дней упадёт Бельгия? Кто-то неделю ставит, кто-то две недели ставит. Ёбаный рот этого казино, бля. Ты кто такой, сука, чтобы это сделал? Ой, ладно, хорошо. Немножко юморески не помешают. Бельгия капитулирует, Бельгия всё, пала. И теперь настала очередь... О, нет, Франции! Нифига, они, кстати, вот здесь пробиваются нифигу вот так-то на нас, видите? Тут прямо они в 10 укреплений долбятся вообще с большой такой силой, хочу вам сказать. Эй, ребята, вы чё? Вы чё мне десятку укреплений сейчас пробьёте? Не пугайте меня. Мне как-то надо защищать мои основные территории. Десятку укреплений они решили пробить. Вы чё, совсем-то бы говна поели? Так, вражеские войска дошли уже почти до половины моей страны. Так, на юге там всё спокойно, да. Но мы не капитулируем, мы продолжаем с вами держаться. Где мои ганералы? О, по-моему, опытный партизан, зашибись. Всё, дальше мы с вами что должны делать? Просто ротацию совершать и каким-то образом благодаря этому жить. Я надеюсь, если у меня сейчас не заберут... Ребята, я промежность заметил. Я заметил ошибку в моей тактике. Так, ну пока что моя линия обороны держится нормально, за исключением того, что в линии Мажино какие-то просто жёсткие сражения идут 24 на 7, но мы их будем укреплять. Опять же, ротация нас спасёт. Пока что на основных наших границах всё нормально, и спасибо большое, что у нас много дивизий, и за счёт того, что у нас больше дивизий, мы просто можем совершать ротацию и вывозить. Мы потеряли уже 14 тысяч бойцов, когда третий рейх об нас потерял уже 40 тысяч бойцов. Итальянцы там вроде перестали вообще терять об нас бойцов. О, нас начали здесь пробивать. Смотрите-ка, нифига себе. Ой, тут два у нас танчика. Идите нахер отсюда. Два танка у нас просто в Израиле. Так, давайте заниматься дальнейшим нашим планированием. Американцам мы с вами должны закупить как можно больше нефти. Без нефти воевать это очень плохо нам будет. Дальше, дальше, дальше. Грузовики также немецкие все скупаем для снабжения. Да нам всё надо скупать по-хорошему. Не сметь меня, сука, бомбить. У меня один танчик что-то в обороне сидит. А чё, ему там помощь не привели? Вообще охреневшие, что ли? Чисто один танчик за всех вывозят. Блин, фига у нас много танковых дивизий стало. Так, берём эксперта по танкам, всем нашим генералам и продолжаем защищаться. А чё у нас вот эти дивизии здесь дрочатся? Чё вы делаете? Вот можно отправиться в МЕС, потому что там вообще полная жопа у нас творится. А вот эти танковые дивизии можно вообще по-хорошему расформировать их нахер можно, но я не буду этого делать. Можно отправить сюда в МЕС наши дивизии, чтобы они как бы, ну, помогли сражаться против немецких подразделений, а самим... О, нифига, они истощились, кстати. Посмотрите, какое у них здесь истощение. Они истощаются достаточно неплохо. Меня это радует. Но у них военпром очень хороший, поэтому как бы ещё Польша под их контролем. Здесь у нас итальянцы на вынужденной атаке пытаются что-то делать. Ни хрена у них не получается. Каир пал. Ё-о, нейро, британцы, блядь, чё вы творите? Как британцы? Да, ещё в котёл попали. А-а-а, это, это, это нечто. Свободные военные заводы. О, ура, свободные военные заводы. Как же их хорошо. Так, нам не хватает средних танков. Не хватает нам аж их. Единственное, что меня вот постоянно напрягает вот эта вот долбанная провинция в МЕС. Чего делаете? Это чё за танцульки? Видите, они какие-то танцульки совершают. Скорее всего, мы эту территорию даже можем потерять, потому что здесь, ну, дивизии, им очень трудно сражаться. Да давай, 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 ротация. 24 часа позже. МЕС проебали. У нас пробили линию Мажино. У нас на юге нашей страны никто нигде не пробился, но МЕС мы проебали, блядь. Заебить. Так, давайте обратно рисовать новую линию обороны для наших дивизий. Хотя можно уже не линию обороны сделать, можно уже полноценный фронт сделать, чё я туплю. Здесь мы нормально держимся. Смотрите, они вообще тут ничего сделать не могут, хотя наши дивизии, нашим дивизиям очень плохо, нашим дивизиям просто пиздец как плохо, но мы держимся. Бля, заебали, как они здесь пробиваются, чем вы там опадаете на меня? Немцы против нас уже 400 тысяч бойцов потеряли, но посмотрите на их атаки, они просто не останавливаются, они прут на наши танки, которых нет. Это какой-то челлендж наркоманы, я не знаю, как его назвать. По честноку отвечаю, более упоротого челленджа я ещё не делал. Я думал, меня сейчас третий рейх просто снесёт, а вот при этом как-то ещё умудряется истощаться. Это я ещё авиацию не вывел, я про авиацию дурак забыл. Превосходство в воздухе сюда ставим, отлично, и поддержку в воздухе сюда ставим. Всё, балдёж, авиация у нас выведена на фронт. Пришло время создать новый французский штанг. Ребята, все шаблончики, танковые, не танковые, все интересности, которые только можно дойти с этого ролика, а также многое всякое другое, вы можете найти на моём бусте. Я активно развиваю бусте, я даже там скоро буду стримы проводить. Создав новый танк, начинаем производить вот это вот дерьмо, которое мы с вами создали. Ну, нормально. Ну, слушайте, ну пока что держимся, я не знаю, правда у нас тут линия Мажино постоянно подвергается нападкам со стороны Третьего Рейха, но мы вроде как пытаемся, самое главное, что пытаемся. Неразделимая Франция... Французский Союз. А где эту херню? О, мы с вами должны как можно больше пехотного вооружения закупать у разных стран, поэтому я вот примерно вот так делаю, трачу свои, как бы, фабрики на закупку по 300 винтовок каждый раз. Нанси, нельзя Нанси, кстати, терять, мы можем капитулировать, если Нанси пройдем. Идите воюйте, че вы разъезжаетесь по разным странам, блин. Вот сюда одну дивизию в горы, танки в горах, радость семье, давайте, прийти, суки. Ну-ка, две дивизии танковые сюда, ну-ка, перейти на помощь, отлично, у нас одна пехотная дивизия, я думаю, справится, одну дивизию с Парижа выкатим вот сюда. У нас Париж чисто, можно сказать, в полуокружении, но всем плевать. Одну дивизию под Париж тоже отведем, потому что под Парижем могут нас пробить. Наконец-таки у меня появился Альфюнс Жуэн, первый генерал на бронетехнику, быстрей бы его назначить. Во, бронетехника мастер. Наконец-таки первый мужик у меня появился. Мы берем машинку, едем на тачке, мы сюда защищать французскую независимость. Если бы у нас была, ребят, с вами возможность не капитулировать за три города, как говорится, каких-нибудь. Э, бля, не задерживай мои дивизии, едем спасать другие дивизии, ё-моё, а мы походу Нэнси теряем. Вот задолбали они, реально задолбали. Чё вы в Нэнси лезете? Тут леса, тут как бы мы должны с вами править. Просто мясорубка какая-то в этих равнинах 24 на 7 у нас происходит, я хер знает, как это объяснить ещё. Так, чё у нас дальше по исследованиям? Дальше давайте пулемёт 24 на 29 изучим калибром. Чё у нас тут? Да ё-моё, да задолб... Да чё вы в этой Нэнси лезете? Сука, Нэнси-то французская, да заколебали. Они просто 24 на 7 в этой Нэнси лезут и лезут в этой Нэнси, пытаются его пробить. Отъебитесь от моего Нэнси, блядь. Бараны ебучие. И к тупому генштабу дошло, что Нэнси не получится взять, они пошли на горы нападать. Ну красавцы, чё с них взять? У нас тут на севере просто всё замечательно. Вот тут как раз у нас оборона просто очень хорошая, здесь тоже хорошая оборона достаточно. Какая оборона у наших танков? 252. Ну это пехотный полутанковый дивизий, полное говно-шаблон, ребят, ну если честно. Но я придерживаюсь, как вы видите, челленджа, поэтому чё мне? Остаётся использовать эти говно-шаблоны. Так, нам нужно вот здесь укрепляться, надо отсюда как-то выбивать немцев, потому что они здесь очень сильно напрягают Париж, если они захватят эту провинцию, нам будет не до шуток, если честно. Нэнси постоянно идёт атака, нескончаемая просто, я устал уже дивизии свои переводить туда, брат, пехоту давайте сюда закинем, Нэнси пока что держится, но Нэнси мы просто постоянно должны его таким образом контролировать. Так, ты у нас бронетехниковым мастером можешь стать, да? Но пока не надо. Генерал у нас прокачивается, что тоже очень важно. Превосходство в воздухе полностью за нашим врагом. Охеренно! Так, ребят, смотрите, я загрузил последний сейв, альтов 4 сделал в игре и просто загрузил последний сейв. Смотрите, всё хорошо. На юге нас никто не прорвал, мы также всё контролируем, всё офигенно. Также мы всё контролируем, у нас вот здесь всё хорошо. Труа под нашим контролем, никто нас нигде не пробил, всё зашибись, всё офигенно, всё как было, короче, как говорится. Всё офигенно. Здесь Нэнси мы контролируем, то есть Нэнси не пала, всё зашибись, всё зашибись. Давайте посмотрим на Африку. В Африке, в Африке, в Африке тоже контролируем. Вот Тунис под нашим контролем, все офигенно, все чики-пуки, Мадагаскары всякие, вот здесь тоже все классненько, то есть у нас дивизии пехотные какие-то Чили, в Израиле, в Палестине то же самое, все кайф. Государство Франции близко к капитуляции на 100%, хотя буквально месяц назад при точно таких же границах она была близко к капитуляции на 20%. То есть мы сами держали эти границы, мы сами защищались, они ни одной новой территории не забрали, ни одного нового города не взяли, может где-то высадку совершили, может я думал у меня юг просто захватили, я сильно отвлекся на север. Ничего подобного, ребят, ничего подобного. Во, производство мы с вами нарастили, уже 6000 средних танков не хватает, просто досидеть надо было. И тут такое, давайте время запустим, бац, поражение. Классная игра. Всем спасибо за просмотр, всем пока, ждите ремейк этого ролика, где мы с вами 100% выживем. А пока что пишите, как мне лучше выполнить этот челлендж. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok